Больше тысячи рабочих мест создал в Чуваксарах один из крупнейших российских банков. Год назад в столице республики открылся сервисный центр ВТБ-24. Сейчас только экватор реализации инвестиционного проекта. На полную мощность сервисный центр должен выйти в конце 2017-го, начале 2018-го годов. Сегодня глава Чувашии побывал в стенах современного банковского офиса, где не только познакомился с его инфраструктурой, но и пообщался с сотрудниками. Все подробности у Надежды Андреевой в рубрике «Вести экономика». В зале исключительно молодежь. Средний возраст сотрудников банка около 30 лет. Глава Чувашии Михаил Игнатьев попросил прийти навстречу тех, кто решил сменить мегаполис на Чебаксары. Таковых в банке оказалось немало. Ольгу Райскую, например, пригласили в Чувашию из Барнаула. Там она также участвовала в подобном проекте. Создавала с нуля сервисный центр банка. Решила остаться в Чувашии. В прошлом году осуществила покупку квартиры за счет кредита ВТВ-24. Еще произошло приятное событие. Здесь же вышла замуж недавно. В Москве проработала где-то полгода и узнала о событии таком, что здесь открывается ДКО. С первых же дней заявила о том, что я хочу вернуться. Была среди первых, кто вернулся. Работаю, получается, с декабря 2014 года, с момента открытия. Решила все-таки детей воспитывать здесь, потому что здесь лучше экология, здесь лучше медицинское обслуживание детей и взрослых. И, честно, не представляла, как буду воспитывать ребенка в Москве. За год специалисты контакт-центра в Чебоксарах обслужили 2 миллиона клиентов. Один оператор в день принимает от 160 до 190 звонков. Год назад среднее время ожидания специалиста составляло 29 секунд. Сейчас удалось сократить его до 21 секунды. Работа в колл-центре не из легких. Постоянные телефоны и переговоры требуют от сотрудников стрессоустойчивости. Однако молодежь Чебоксар готова преодолевать такие трудности. У нас постоянно обучают, постоянно какие-то тренинги. Каждую неделю у нас внутренние тесты проводят для сотрудников, для повышения квалификации. То есть это очень помогает. В сервисном центре работают сразу несколько учебных классов. Даже если в банк приходит специалист с экономическим или финансовым образованием, он все равно должен пройти обучение. Руководство подчеркивает, что банк стремится закрепить людей на рабочем месте, а потому охотно в них инвестирует. За полтора года я дорос до руководителя группы, и это замечательный карьерный рост, и банк это может предоставить каждому. В сервисный центр банка включает в себя несколько структур. Контакт-центр, операционный центр, центр дистанционного взыскания и ряд других. Подобный проект банк реализовал в Барнауле. Там было создано 800 рабочих мест. Создано на сегодня 1040 рабочих мест. Не было этих рабочих мест. На ровном месте в центре Чебоксары появились высокооплачиваемые рабочие места. В перспективе еще не менее 500 рабочих мест в этом центре будет. Я вот просто смотрю, как мы двигаемся по тем графикам, которые были ранее утверждены. Мы двигаемся с опережением. То есть рабочие места создаются раньше, чем даже по графику. Общий объем инвестиций, которые планирует вложить ВТБ-24 в Чебоксарский проект – 4,7 миллиарда рублей. Республика получит кредит в 768,5 миллионов рублей под льготную ставку. Она составит всего 0,1%. Такое решение приняло Министерство финансов России. Отметим, что в Чувашии сформирована эффективная структура государственного долга. У республики нет банковских кредитов, только бюджетные. Более того, на обслуживание одного рубля государственного долга приходится всего две копейки. Поэтому показатель у Чувашии занимает третье место среди регионов Поволжья. Республика получит из федерального центра 500 миллионов рублей дополнительных средств на сбалансированность бюджета. Этот вопрос обсудил глава Чувашии во время визита в Москву. Общая сумма дотации в целом за год составит 840 миллионов рублей. Также Михаил Игнатьев провел переговоры о предоставлении субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства хирургического корпуса онкодиспансера. Первый транш в 195 миллионов рублей уже поступил. Деньги пошли на оплату строительных работ и поставленного медицинского оборудования. В третьем квартале должен быть еще один транш. Всего же запланировано, что из российской казны республики выделят 363,5 миллиона рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова